Всем привет! С вами Николай Соколов, эксперт по работе с дебиторской задолженностью компании НААП. Сегодня я хочу вам рассказать про кейс с коммунальной задолженностью, пакет из 31 дебитора, в который входят юрлица, индивидуальные предприниматели и муниципальные организации. Данная задолженность была куплена на торгах в декабре 2017 года за 51 276 рублей. Номинал долга составляет 2 256 000. На этапе анализа данной задолженностью вероятной к взысканию был признан долг в размере порядка 550 000. На сегодняшний день по данной задолженности выплачено 429 000 рублей. 300 000 рублей является сложной задолженностью, она в процессе просуживания, пока отклонена судом, находится в стадии апелляции. 920 000 подано в реестр заявлено и также пока еще по ней платежей не было. Какие сложности возникли при работе с данной дебиторской задолженностью? Во-первых, ввиду того, что качество первичной документации оставляло желать лучшего, выражалось это в том, что не по всем дебиторам были договоры и акты оказания услуг. Необходимо было просуживать данную задолженность. Соответственно, был нанят юрист, который подготовил судебные приказы. Расходы по этому юристу составили 22 000 рублей. И после того, когда задолженность была просужена, полученные исполнительные документы по муниципальным организациям были предъявлены в казначейство. По юрлицам и предпринимателям направлены в службу судебных приставов. Какие сложности возникли после просуживания задолженности? В связи с тем, что регион должника являлся дотационно убыточным, то по муниципальным организациям платежи бюджет не выплачивал. Было принято решение направить запрос в прокуратуру и администрацию для того, чтобы установить законность данного бездействия со стороны финансовых органов субъекта-должника. После рассмотрения был получен ответ, что заявка на выдачу денежных средств подготовлена и в течение недели оплата поступило. Какие расходы пришлось понести по данной задолженности, кроме расходов на юриста? 6 тысяч рублей составили почтовые расходы и 25 тысяч рублей это расходы по судебной пошлине. Таким образом, итоговые цифры по данной задолженности на сегодняшний день. Цикл сделки 9 месяцев, доходность в абсолютном выражении 800%, в годовом 1081%. На что хотелось обратить внимание после данного кейса? Во-первых, это качество первичной документации. Обязательно на этапе анализа смотрите полноту качества документации, так как это вам облегчит взыскание данной задолженности в суде и будет меньше сложностей. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, если в вашей задолженности есть должники казенные муниципальные организации, это размер текущей имеющейся задолженности у данных должников. Это можно проверить на сайте казначейства. Таким образом, вы сможете оценить, насколько будет сложно и долго получить задолженность по должникам муниципалитета и казенных учреждений. На этом все. С вами был эксперт по работе с дебютерской задолженностью НАП Николай Соколов. Всего хорошего!